Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. В сентябре, как я уже говорил, 22, 23, 29 и 30 произойдет выставка образования. Будут представлены фактически две группы лиц, два учебных заведения, два образовательных агентства, даже, скажем так, два подхода к вашему приезду в Австралию и от этого будет зависеть ваш выбор. И я хотел бы сказать, что если мы сравниваем нас и наших оппонентов, вы должны понимать, что идет сравнение между теми людьми, которые стараются вам в действительности дать то, что они имеют, и они имеют достаточно много, в том числе и опыта, и теми людьми, которые используют вас для того, чтобы сделать свой рай в этой стране. Отношения между вами, студентами будущими или родителями, допустим, студентов, и образовательным агентством или группой людей, которые привозят вас или привозят студента в Австралию, это как отношения сообщающихся со судом. Мы сосуд, который наполнен, мы сосуд, который наполнен качественным продуктом. Вы являетесь тоже сосудом, который наполнен, наполнен в данном случае материальными средствами, деньгами. Соответственно, у нас достаточно высокий уровень, мы взаимообогащаемся, мы помогаем вам, мы не являемся теми пустыми емкостями, в которые перетекут ваши деньги. Наши оппоненты – это и есть те самые пустые емкости. Вы всегда должны понимать, нужно ли вам это или нет. Опыт есть критерии истины. За нами стоят сотни и сотни людей, которые реально приехали с нами, которые реально очень многого в этой жизни так или иначе достигли. Но, по крайней мере, они приехали, они остались и они здесь живут. Это люди, которые дали нам отклики, и вы видите эти десятки-десятки откликов. Вы видите сотни благодарственных постингов, благодарственных слов от сотен людей, которые в том числе и от тех, которые сейчас пытаются с нами конкурировать, тех, которые пытаются ударить нам и, соответственно, ударить вам в спину. Те же, допустим, люди, которые будут на выставке нам оказывать определенную конкуренцию, это люди, которые, на мой взгляд, по крайней мере, до нынешнего момента вообще не имеют ни одного положительного отклика от какого-либо студента. У нас есть что дать людям. Согласитесь, 12 тысяч долларов австралийских за год обучения в достаточно неплохом учебном заведении, куда и визы сейчас по факту дают, это гораздо лучше, чем когда вы платите 21, 25, 28, более тысяч долларов за год обучения, и где вы не будете абсолютно влиять никоим образом на процесс вашего образования, а значит на ваше будущее. И вы всегда должны понимать, вы должны, по крайней мере, сравнивать вот то, что будет выходить из вашего кошелька. Вы должны понимать, что те люди, которые вас сюда отправляют, это люди, которые ролевые модели. Вы будете следовать либо нам, либо им. Что касается нас, вы видите этих людей, и вы видите и тех людей, которые сейчас находятся на местах, и которые готовы оказать вам всевозможное содействие в той же самой Москве. Вы видите, допустим, Алексея Чихунова, человека с блестящим, блистательным образованием и достаточно уверенного в себе. И, ну, естественно, вы видите меня. И вы видите тех людей, которые, собственно говоря, нам оппонируют. Люди, которые, включая и менеджеров этих учебных заведений, они не живут в Австралии. Они представляют рынки, которые умирают. Потому что европейский рынок, он, в общем-то, умирает. Они живут в каких-то далеких родинах и пытаются из последних сил собрать средства, собрать ваши средства, для того, чтобы сохранить за собой хотя бы то, что они имеют. То есть вы будете для этих людей мостиком, который соединяет их не самое блистательное, а уже настоящее, хотя бы более-менее уверенным в прошлом. Хотите ли вы быть таким мостиком, я не знаю. Те люди, которые прозитировали на нашем агентстве, те люди, которые выросли и получили все, включая, кстати, эмиграцию, фактически из наших рук, и которые предали нас, и предали самым, в общем-то, некрасивым, достаточно аморальным, неэтичным образом, это люди, которые призывают вас альтернативно нам приехать в Австралию. Подобное тянется к подобным. Если вы хотите стать такими людьми, если вы хотите, кстати, наверное, не от хорошей жизни люди так поступают, если вы хотите быть вот этой хромой кобылой, которая всегда будет по жизни хромать, и в бизнесе, и в личной жизни, и во всем остальном, и, соответственно, идти на подлости, ну, как бы, добро пожаловать, и вы станете такими людьми, как и те, с кем вы приедете в Австралию. Вот в том-то ваш выбор и состоит. Выбор между нами и ими. А не просто выбор между двумя учебными заведениями. Не ставьте крест на своей жизни. Не ставьте крест, даже если этот крест южный. Большое спасибо.